Третьеклассники, здравствуйте! Мы продолжаем понятия и термины истории, рассматривать которые имеют место быть, в предметах третьего класса. Термин сорок второй. Столица. Столица это самый главный город суверенного государства или же главный город государственного образования в составе федерации, то есть федеративной страны. Например, Казань, столица Татарстана в структуре Российской Федерации, как субъект Российской Федерации. В столице, а ранее, то есть на Руси в древности и в средние века, это был стольный град или стольный город, столичный город по-современному. В столице обычно размещаются высшие органы государства, глава государства, правительство, органы верховной судебной власти, законодательная власть, например, федеральное собрание в условиях Российской Федерации. А также дипломатические представительства, то есть посольства или консульства иностранных держав. Имеются случаи, когда часть органов государственной власти выносится в другие города. Это имеет место в Российской Федерации, когда судебная власть вынесена в город Санкт-Петербург. В Южноафриканской Республике, где органы административной, законодательной и судебной власти разнесены в три города, то есть распределены между тремя городами. Но в большинстве случаев столица это крупнейший город в государстве, крупнейший город в стране, как по численности граждан, то есть населения, так и по экономическому потенциалу. Есть, конечно же, исключение. Столица Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, специально построена для выполнения административных функций, тогда как крупнейший экономический центр Соединенных Штатов, это город Нью-Йорк. Благодаря своему статусу столица чаще всего выделяется в самостоятельную административную единицу. В ней действует особый режим управления. Для Российской Федерации оба столичных города, как Москва, так и Санкт-Петербург, это субъекты Российской Федерации, то есть отдельные субъекты федеральных округов. То есть, например, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, это города федерального значения. Понятия столица и административный центр очень близки по значению, но не синонимы. В общем смысле, любой официально главный населенный пункт какой-либо административной единицы называется административным центром, но не столицей. Например, нельзя сказать, что столица Ростовской области это Ростов-на-Дону. Это просто административный центр области. Однако, часто, ввиду исторически сложившихся традиций, термин столица применяется и центром административных единиц первого уровня. То есть, ну это касается федеративно устроенных государств. В культурном отношении в ряде стран имеются неформальные функционалы столиц. Например, северная столица государства. Здесь только культурный смысл. Культурная столица, например, российский Санкт-Петербург. Или южная столица в Казахстане. Южная столица Казахстана, Алма-Ата. СМИ часто используют название столицы в качестве альтернативного названия страны. Здесь применяется метанемия. Ну, например, когда говорят Кремль или Москва, а имеют в виду Российскую Федерацию или в Россию. Часто говорят, отношения Москвы и Вашингтона усложнились, например, или потеплели. Но здесь имеется в виду, что отношения России и США потеплели, а не, собственно, столица. Спасибо за внимание. В следующем термине мы рассмотрим конкретное понятие. А именно, Москва – столица Российской Федерации. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok